Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о трех способах защитить наши саженцы, наши деревья от таких опасных, но таких милых вредителей, как зайцы и мыши. Мышь-полевка, которая широко распространена в наших условиях, пожалуй, очень опасный вредитель, который мы недооцениваем. Особенно она любит яблоню, у которой сладкая кора. Передвигаясь под снегом, она обгрызает молодую кору деревьев, иногда окольцовывая стволик полностью, из-за чего деревце болеет либо погибает. Как предотвратить подобные последствия? Для этого есть несколько старых проверенных способов. Первый из них – это традиционный лапник. Колючие ветки елки, колючие ветки сосны либо можжевельника, обвязанные вокруг стволика, надежно защищают его от зубов мышей, от зубов зайцев и заодно от холодов. Плюс лапника в том, что он прекрасно аэрируется, содержит в себе в хвое фитонциды и препятствует проникновению мышей к такой вкусной коре. Но не везде есть лапник и не везде его можно достать. Поэтому наш второй способ защиты саженцев от крызунов, от зайцев – это различного рода сетки. Сейчас промышленность, особенно ориентированная на крупное производство, на фермеров, на плодовые большие сады, производит большое количество специальных цилиндров перфорированных, которые, будучи одеты на ствол, защищают не только от животных, но и от солнца, от морозобоин. Но не всегда они есть в доступе в продаже, поэтому нам на помощь приходит пластик. Пластиковая сетка. Есть специальная садовая пластиковая сетка, но мы можем использовать и металлическую, которую применяют в строительных работах. Главное условие – мелкая ячейка, через которую мышка просочиться не сможет. Главное условие – металлическая сетка ни в коем случае не должна прикасаться к коре дерева. Иначе возможны морозные ожоги зимой, либо солнечные температурные ожоги от перегревшегося металла летом. А молодая кора слишком чувствительна, у нее нет еще надежного пробкового слоя, чтобы защититься от таких температурных перепадов. Оптимальный вариант – это металлическая сетка, покрытая пластиком. Она часто бывает очень красивого цвета, неброская, прекрасно сливается с фоном вашего сада. Более того, плюс пластиковой сетки еще и в том, что это на несколько лет. Вам не нужно каждый год заботиться о лапнике. Достаточно подобрать нужную высоту, это высота штамба, правильно одеть ее на стволик, закрепить по шву, немножко вдавить сетку в почву, чтобы ее невозможно было приподнять, чтобы она не шаталась. И несколько лет спокойной жизни вам гарантировано. Через такую сетку мышка не пройдет. И заяц, кстати, тоже. Ну и, наконец, самый бюджетный вариант – это пластиковые бутылки. Не всегда у нас есть под рукой сетка, не всегда у нас есть елки, но найти бутылку из-под напитка, минералки – не проблема. Аккуратно отрезаем горлышко и донышко, распускаем цилиндр вдоль, и у нас готовая защита не только от мышей, но еще и от мотокос и триммеров. Согласитесь, у многих бывает такая ситуация, когда во время козьбы газона мы увлекаемся, и леска нечаянно бьет по стволику только что посаженные яблони, или даже более взрослые. Все нужно лечить, нужно замазывать, а иногда удар бывает таким серьезным, что деревце просто срезается. Пластиковый цилиндр, одетый на стволик такого деревца, надежно защищает не только от мышек, но и от таких повреждений. Итак, выбор за вами. Возьмите ли вы традиционный лапник или современную садовую сетку, но ваш сад будет надежно защищен от мышей и зайчиков. Ну и, конечно, от зайцев лучше всего защищает хороший высокий забор. Процветание вам и вашему саду! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок.